добрый день уважаемые коллеги меня зовут опокин александр я врач стоматолог из москвы сегодня тема нашего видео включения и публикации для моего канала на ютюбе будет посвящена мобильной фото видео документации при помощи мобильных телефонов значит обработки мультимедиа контента на мобильных телефонах и это будет в общем то есть в большей степени такой как бы анонс потому что эта тема которая заслуживает на самом деле хорошего большого такого обстоятельного обзора и мы его потихонечку сделаем что меня натолкнуло на эту идею значит ну во первых потому что мы стали менять формат нашей работы мы стали вести блог через мобильную платформу android и накопившийся накапливающийся материал приходилось при приходится обрабатывать то есть проводить его атрибутирование в плане нанесение водяных знаков значит оценки как он там снялся правильно или неправильно что-то улучшить что-то так скажем оставить как есть и вся эта информация она накапливается я в общем то ее буду с вами обсуждать значит первое в принципе мощность мобильных процессоров я буду обсуждать то что я вижу то что я знаю это проект android и который базируется на мобильных процессорах snapdragon фирмы qualcomm quality communications или это мобильный процессор компании samsung exynos оба они работают по архитектуре арм это не полноценные процессоры универсальные это такие набор ограниченных инструкций но их производительность подобралась уже к той черте на которой на мобильном процессоре можно очень здорово обрабатывать контент видео с разрешением 4к и более вот и далее софт на котором собственно я все это делается тоже очень очень неплохо эволюционировал за это время значит по поводу вообще по мобильной платформы для фото видео в стоматологии значит есть определенные плюсы в мобильном телефоне ну помимо его компактности и доступности для освоения в плане как бы уровня владения айти технологиями стоматологов он конечно проще второй очень важный момент это его сбалансированность то есть если вы покупаете себе телефон попроще он не даст вам возможность записывать 4к и видео его обрабатывать то есть как вот он может делать то что он может вы не будете в состоянии так скажем растерянности а как мне делать то или другое вы просто не сможете делать то что на что телефон не способен в отличие допустим от более сложных фото видео записывающих устройств таких как фото видеокамеры где можно там что-то ухищряться менять прошивки менять спид бустеры чтобы там расширять угол и так далее здесь все что есть то есть значит в плане программного обеспечения значит на больших стационарных компьютерах ноутбуках все работают на по платформе мультимедиа это adobe adobe premiere adobe media encoder adobe photoshop lightroom adobe lightroom вот в мобильном сегменте сейчас вот в этом году можно констатировать что мы имеем все практически все версии мультимедиа программ для работы такие же как есть на больших стационарных компьютеров от компании adobe для любой работы у нас есть вместо adobe premiere pro называется adobe premiere rush значит есть adobe lightroom который позволяет вам также обрабатывать фотографии в формате raw значит у нас есть adobe photoshop но там у нас на мобильной платформе есть adobe photoshop экспресс и там он разделился есть еще также adobe photoshop камера и adobe photoshop микс вот я буду вести с вами обзоры следующих частей для программа adobe photoshop микс он не микс а adobe photoshop камера и adobe photoshop экспресс также adobe photoshop lightroom но не и фотошопом едином жив мобильный сегмент для обработки мультимедиа контента значит там еще есть еще несколько интересных программ которые в будущем упомянул я не сразу стал заниматься обзорами на эту тему и какой-то говорильней но что я где-то месяцочек примерно попробовал поработать посмотреть как все пойдет а в частности значит вот аналогия мне очень напоминает как раньше были сканеры то есть ты мог купить крутой сканер и у него был драйвер через который значит и мог получать фотографию отсканированную или текст его уже обрабатывать какой-то программе вот сейчас на мобильных платформах ситуация немножечко похожа в том плане что в фотоаппарате есть камера модуль и из него можно получить данные и данные могут обрабатываться очень очень по-разному то есть ты можешь получать видео если а софт который ты загрузил и установил понимает твою камеру на фотоаппарате и из таких вот мейнстримовых значимых как бы программ который имеет смысл вообще покупать устанавливать работать с ними тратить на их изучение время это адобе g cam но тут каждый софт тянет за собой еще несколько как бы программ которые надо бы упомянуть ну так вот что каждая одна программа тянет за собой другую это не так просто сделано но это инкапсуляция имеет определенную логику и обоснование и я ее вам тоже очень подробно расскажу так вот на рынке андроид программ существует допустим программа называется g cam это кугловская камера официальная из прошивки ихний телефона nexus которая очень хороша то есть в нее заложен огромный объем технологических решений кода каких-то фрагментов нейросети и алгоритмов обработки данных сенсоров очень советую вот как бы первое она может вам записывать и фото и видео хорошая камера значит она позволяет вам вести работу вторая штука есть отдельная компания называется filmic и у них есть два продукта это видео камера filmic pro такой вот софт для захвата видео с сенсора камер и у них есть еще программа first light это фото камера это очень классно идет в концепции вот узконаправленных инструментов что софт для видео пишет только видео софт для каме фото пишет только софт для фото очень классный софт советую он есть кстати и на iOS на apple значит отдельно после того как вы записали файл можно поговорить о том чем его обрабатывать вот собственно обработка файлов дальше можно подключить полученный из софта да first light можно raw файлы обработать в программе Adobe Lightroom мобильный хорошие алгоритмы очень здорово файлы записаны из фильмик смонтировать в двух вариантах либо это будет экшн директор компании такая была давно давно компания которая разрабатывала софт плеер для DVD назывался это Power директор такой был софт плеер и они сделали программу экшн директор софт для монтажа видео чем он примечательен для android он позволяет вам рендерить ваш результат в 4к вообще не каждый софт под android может вам обрабатывать файлы под разрешение 4к вот эта штука и умеет и второй очень на мой взгляд знаковый продукт это естественно что Adobe Premiere премьер раш в его платной версии если вы заплатите денежку вы можете также делать вывод файлов рендер в 4к или же опять же там есть цепочка достаточно такая непростая которая вам позволяет установить все что я сейчас перечислил Adobe Lightroom Premiere раш фильмик про first light все что хотите как бы таким окольным способом чем не очень сложно в том числе если вот во все это лезть то вам получится установить и специальный менеджер называется Gcam менеджер который подбирает под ваш телефон из репозитария дистрибутивов программу Gcam и вы можете ее скачать если у вас не Google Nexus телефон вы можете поставить Gcam на свой собственный телефон окольными путями какой бы при этом как бы не был крутой телефон вот как бы Gcam только под Google если вам она нужна каким-то левым способом то нужно ставить программу Gcam менеджер если вот пошла такая как бы гулянка то наверняка вам понадобится еще и еще одна отмычка от продуктов Google есть такой как бы у них плеер называется YouTube сервис даже и вот YouTube он с рекламой и существует такая программа YouTube OneSet она была образована это название от слов Advanced потому что Ad это Ad это реклама Advertising и вот если отбросить вот это слово Ad получится просто OneSet вот они так и назвали YouTube OneSet то же самое ставится через специальный менеджер и подбирает репозитарий правильный и вы из него ставите себе плеер без рекламы YouTube и YouTube Music очень крутая штука вот эти все штукенции как бы я бы вам хотел рассказать показать поэтому пишите в комментариях ваши вопросы что вас заинтересовало больше всего либо вот как бы такая безопасная работа с альтернативным маркетом назовем это таким образом для получения установки дистрибутивов коммерческих либо сразу перейти к работе с захватом фото видео то есть в чем вообще особый смысл вот этой программы фильмик вы можете на ней сделать блокировку фокусировки то есть вот выставили фокусное расстояние и все больше как бы процессор не меняет фокусное расстояние и соответственно как бы заблокировать экспозицию чтобы не менялась яркость если вы что-то вводите в кадр в полости рта меняется иногда и освещенность чтобы у вас не гуляла яркость потому что потом на пост обработке там на посте назовем это так это будет дополнительные сложности в обработке вот как бы фильмик вообще приладиться к мобильной платформе не так легко там не настолько четко есть позиционирование когда ты работаешь в тач интерфейсе как ты бы мог это работать мышью или на планшете и вот в этом некоторая сложность но быстрота обработки уже такова что это очень становится удобным а разрешение контента вот как я записываю 4к уже настолько хорошее что иногда хочется всем этим пренебречь и просто работать быстрее еще один очень важный момент в мобильной платформе то что когда я фотографирую в полости рта с точки зрения документирования для пациента тяжести его заболевания и нозологии ее распространенности в полости рта я показываю это на мониторчике фотоаппарата но он у меня не маленький я фотографирую на canon EOS 1 там неплохой экран на марке фотоаппарата Mark 3 EOS 1 Mark 3 но работая с мобильным телефоном ты получаешь возможность показать пациенту апеллируя тач интерфейсом какие-то фотографии на большем экранчике это иногда удобнее потому что пациент может сам взять в руки телефон и как бы под удобным ему углом повозюкать значит пальчиками и посмотреть что там происходит плюсик удобненько вот советую значит вот жду от вас вопросы для следующей темы на мобильную платформу что мне вам показать значит вот еще можно отдельной темой обсудить риг обвес для телефона как его как бы лучше прилаживать для работы там тоже есть нюансы и когда нам говорят что вот на учебе сейчас мы вам покажем объясним как классно фотографировать мобильным телефоном для профессиональных профессиональных нужд там типа смайл дизайн еще что-то такое ну как бы это некоторое лукавство потому что если все правильно сделать размер вот этого обвеса на телефоне будет сопоставим с хорошей зеркалкой потому что туда встанет как бы свет биполярный маленький такой беспроводный если вы значит решились записать видосик на сотовый телефон туда бы еще неплохо пауэрбанк значит подключить прикрепить вот соответственно как бы масштабы вес этого всего начинает приближаться просто к зеркалке вот поэтому вот эти аспекты тоже можно показать посмотреть здесь у меня есть определенная уже наработка которая мне самому нравится она себя показала очень неплохо и в полевых условиях и в клинических условиях подписывайтесь на мой канал спонсируйте его ставьте лайк под этим видео делитесь этим видео и нажимайте кнопочку с колокольчиком чтобы не пропустить это видео и следующие публикации до встречи